приветствую коллеги я здесь нахожусь еще до сих пор у Павла с историка у Павла заметил бетонорез компании Hitachi пускай он коротко расскажет для чего он использует и кто-то для себя в отделке тоже что-то почерпнет Паша еще раз всем привет когда мы приходим друг к другу на объекты все девочники сразу глазами пробегаются по инструменту смотрят еще кто когда к Славе прихожу тоже сразу анализирую чем он там работает что у него появилось новое спрашиваю Слава заметил большую коробку большой кейс многие думают что тут гранатомет но это всего лишь бетонорез от фирмы Hitachi когда-то давным-давно когда я только начинал заниматься отделкой я думал что буду заниматься резкой бетона мне это показалось что это будет наиболее выгодно потому что пришел ко мне домой по телефону человек и за полчаса нарезал штук на 70 долларов и я так подумал что буду заниматься чисто резкой бетона и поэтому купил весь набор инструмента штроборез бетонорез отбойный молоток коронки алмазные ну и все что надо для резки бетона оно в принципе сейчас есть до сих пор у меня и успешно эксплуатируется чем примечательен этот бетонорез сейчас я его достану вот собственно говоря модель я скажу модель это сейчас вижу Hitachi CM9SR Hitachi CM9SR он режет на глубину 6 см скажем так для наших целей для прокладки сантехнических штроб он подходит у него самое главное преимущество это маленькая цена потому что когда стоял вопрос о выборе режущего инструмента боша одна вот только эта вот насадка вот этого ограничительные залазки стоили там чуть ли не каких-то космических денег 200 и чем-то долларов тут болгарка с этими залазками стоит я даже сейчас не знаю сколько но по-моему я отдавал за нее 260 долларов это цена в принципе большой мощный болгар и еще этого бетонореза штробореза самая хорошая в своем классе система пылеудаления реально то есть она реально хорошо удаляет пыль потому что полностью все закрыто у боша есть такие продаются салазки отдельно но опять же очень дорогие в принципе так ничего примечательного большая болгарка с салазками для резких штроборезе вообще для штробореза это более глубоких сантехнических но всех удивляет в основном а ты каким образом делаешь ты размещаешь сначала на стене карандашом размещаешь сначала карандашом на стене все нужные штробы потом подсоединяешь пылесос и с пылесосом пошел сразу резать все это пыль не сильно можно нормально если поставить цель если допустим квартира желает то можно сделать так что пыли будет совсем мало просто когда ты приходишь в квартиру она еще скажем так не желая тут еще только начинаешь работать начинаешь делать электричество переделывать проводку сантехнику переделывать я просто премовский капризон у меня есть одеваю маску полностью застегиваюсь на распашку открываю окна и все подключаюсь и за один день прорезаю всю квартиру полностью все штробы а диски идут с комплектацией это диск самый дешевый это когда-то я не знаю лет 10 назад может диски я покупал бошевские вот это вот бошевский диск подходит то есть нормально да вообще скажу совет для тех кто занимается резкой бетонной или планируете покупайте дорогие хорошие диски фирма доктор шульц есть хорошие диски выпускают именно дорогие которые топовые потому что на этом диске вы сможете прорезать всю квартиру и не одну и этот вот потому что дешевые диски они плохо режут идет перенагрузка на инструмент соответственно быстро горят только только это в принципе иначе сравнивать и не знаю по краю по краю аппарат игрока какой-нибудь там я не знаю динопауна только токовые диски именно диски это очень важно и в плиточных работах диски по керамике потому что доктор шульц диск по керамике у тебя кстати на канале где-то там был где-то обзор у нас просушил керамогранит плитка без конца километра потому что на том станке работало до трех человек в день он резал без конца и до сих пор но единственно что керамогранит уже немножко слежать на тоже новый заказывает стоило 70 долларов в принципе некоторые станки продают за 70 долларов но диск вообще замечательно есть какие-то советы по уходу за ним там компрессором продавать обычная стандартная продавать еще от пыли но я скажу так что такой инструмент для предназначен для очень грязных работ он в любом случае грязный как ты ему не продувает пыль периодически я устраиваю сходник весь инструмент чищу продуваю но бесполезно вообще а еще такие моменты говорят как правильно держать как неправильно вот есть какой-то совет на стене даже продемонстрирую здесь самое главное что во первых надо ставить правильно диск в нужную сторону чтобы он крутился и резать так чтобы салазки собирали пыль то есть во первых он двигается скажем так вообще самое главное правило для резки бетона это вот должен усвоить каждый диск нельзя перегревать минуту режешь полминуты вынимаешь и на ходу не выключая диск чтобы он остался воском чтобы он оставал тогда этот диск прослужит если резать без конца особенно попадает если какой-то узел ароматуры связка он может похериться вообще режется как то есть сверху вниз потому что если мы будем здесь даже здесь направление по-моему нет обычно я режу и пошел сверху вниз здесь есть такая интересная штука когда вы только начинаете резать еще представить когда еще не накрыли диск кожухом получается что вот эта штука она тык она собирает пыль это такое удачное удачное приспособление требует значительно физических усилий это скажем так и резких движений то есть если с рук может вырвать если крепко держать соответственно резать так чтобы кожух собирал пыль правильно сказать потому что если в другом направлении из штрабы прорезаны уже будет вылетать пыль в принципе ничего такого это скажем так простой штраборез отлично себя зарекомендовал я доволен я смогу кстати подождать я тебе припису еще один штраборез щетки меняются здесь ручка еще ставится очень популярный штраборез у народа в принципе заслуженно популярный очень удобный с хорошим пыли отводом максимальная глубина реза три с половиной сантиметра стоит прилично порядка 600 долларов режем, потому что у него направление реза есть хорошая защита ну и все и пошли резать тоже сделан на базе болгарки вещь тоже очень классная тоже пользуетесь пирогически? да, постоянно режем штробы проводку он годится только в основном для резки под проводку я еще сейчас покажу тяжелую артиллерию вот это вот отбойник на 27 джоулей вот кстати название кому интересно у меня он практически новый в данный момент я его продаю потому что редко используем кстати может кого-то заинтересует японская фирма японская сборка производство Японии не Китай не Китай у него есть регулировка оборотов сила удара 26 джоулей весь 10,5 килограмм у него есть система гашения вибрации что это значит? это значит у такого оборудования есть да, Паша прервались по поводу гашения еще раз у него система гашения вибрации то есть одно дело когда ты перпоратором продолгил чуть-чуть и все а другое дело когда ты постоянно работаешь это соответственно отдается на суставы и для того чтобы не было большой вибрации то есть есть система гашения вибрации из стройной ручки и когда ты бьешь не так сильно удар переходит на тебя всего мы им работали не так много он практически как новый потому что скажем так больше мы занимаемся электрикой сантехникой и полными отделочными работами демонтажными работами мы не так часто занимаемся он именно нужен для каких-то демонтажных вагонов а вот эти вот сверла все в комплекте это не свернул он не бьет в тупику я отдельно покупал очень удобная тоже отдашь если ты будешь конечно да все отдам вот это вот в комплекте была и еще отдельно я покупал в тачи на 280 тоже острая это вот ростная но штука мощнейшая любую стену прям в бетонной стене можно продолбить отверстие вещь такое мужское она настоящая так что ребята если кто-то присматривает в себя особенно это касается сантехников практически новый использовался на трех объектах всего лишь что японская сборка там за разумные деньги скажем так дешевле чем он стоит новый потому что у нас в беларуси такой новый стоит 16 миллионов неизвестно еще какая сборка будет тоже в россии в россии он стоит порядка 600 долларов я могу отдать за 450 ну если пользоваться опять же не купят буду пользоваться просто что редко им работаем из замороженных 450 долларов лежит а там у нас у меня в плане купить ну более востребованное оборудование ну ты сейчас фрезеров ты начинаешь заниматься ну да сейчас вы уже эффективно сможете работать ясно хорошо паша ну ты сегодня такой хороший обзорчик сделал полный там того 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 у нас еще много инструментов на другом объекте есть всевозможные приспособления в следующий раз зайдешь мы что-нибудь посмотрим добро все паша все удачи всем до свидания все ребята подписывайтесь на канал Павла всем пока увидимся